всем привет вы на канале мы из эстонии после выхода нашего первого видео халява на границе эстонии к нам поступило к нам пришло очень много писем от людей которые писали что они никак не могут бесплатно проехать пройти пройти регистрацию самообслуживание в транссервисе так как у них там выскакивает то ошибка то просто не регистрируется то еще что то и мы сегодня решили снова пройти регистрацию в транссервисе бесплатно и все снять на видео и снова показать вам как как все нужно делать вот сейчас сейчас почти два часа дня среда день обычный день никаких праздников никаких выходных и мы направляемся в транссервис значит так первое что нужно вам сделать это приехать в транссервис если кто не знает транссервис это зона ожидания через которые вы должны обязательно проехать если вы хотите ехать в россию то есть если вы хотите пересечь границу с эстонией в россию вам в любом по любому нужно вам в любом случае нужно приехать в транссервис на стоянку на эту на стоянку зона ожидания так называемая вот так вот выглядит это зона ожидания со стороны вот въезд зона ожидания вам нужно въехать на территорию когда вы въезжаете на территорию этой стоянки сканер который считывает номер он вносит ваш регистрационный номер машины свою базу данных то есть если вы не въедете на стоянку вы не сможете зарегистрироваться как только вы въехали сканер сочетал ваш номер номерной знак и он внес вас в базу данных транссервиса и после этого вы смело можете идти и регистрироваться и регистрироваться в будку самообслуживания будка самообслуживания находится вот в этом домике вот там вот окошко платной регистрации а вот эта серая дверь это и есть вход к аппарату там где стоит аппарат самообслуживание да пойдем самообслуживаться шуток током то сидерется сегодня вот так выглядит аппарат самообслуживание сюда нам нужно сбивать наши данные убивай добиваем сначала номерной знак автомобиля не смотрим да перед вами находится в живой очереди три автомобиля то есть это данная услуга действует если данная услуга действует если в очереди не так много машин если если в очереди свыше 15 автомобилей то за 15 минут вы не успеете пройти очередь и соответственно вы не сможете бесплатно проехать то есть вбиваем сюда имя фамилию свою личный код если вы россиянин вам личный код сбивать не надо выбивать только дату рождения потом вбиваем паспорт на паспорт он так вбит выбираем страну выдачи документа и номер паспорта вбиваем потом нажимаем ту страну в которой у вас зарегистрирована машина и все и нажимаем кнопочку вперед вперед не надо ничего подтверждать здесь по e-mail или по телефону на подтверждение требуется поэтому нажимаем не желаем подтвердить да теперь нажимаем читающие подтвердить еще раз после того как проверим все наши данные здесь у нас написано вот что что нам надо вам придется платить за услугу зон ожидания если транспортное средство будет вызвано на границе до 14 04 после выезда из зоны ожидания на границ необходимо при помощи не 30 минут на главную страницу дальше полностью выйти вот все вот после того как вот такую вот вы увидите заставку значит вы уже все сделал значит надо идти отсюда но это мой один автомобиль добавили теперь нам надо с вами проехать вот туда на выезд из транссервис и там стоит еще одна еще одна будка или домик там где сидит оператор на выезде и около этой около этого домика стоит табло информационные на котором вы должны подождать и дождаться когда высветится номер вашего автомобиля пока наш номер еще не высветится а вот все наш номер высветился вот он 060 bbh и теперь мы должны пойти и показать оператору наш паспорт и но и техпаспорт на автомобиль сейчас я его только возьму все поехали на границу теперь в будний день сегодня среда без какой-либо очереди без какой-либо оплаты мы миновали мы проехали транссервис и теперь с вами направляемся на границу все нас выпустили мы сняли специально это видео для тех кто не смог по какой-то причине зарегистрироваться многие писали что они пытались зарегистрироваться но у них почему-то это не получалось если у вас машина не регистрируется значит вы просто-напросто не заехали в транссервис или у вас сканер просто-напросто неправильно сочетал номер и поэтому и поэтому когда вы будете набирать свой номер аппарат вам скажет обратитесь к оператору и он подправит номерной знак вот и после этого как он подправит и после этого как он подправит номерной знак у вас все вобьется и все будет работать и все зарегистрируется так что не надо переживать если вы хотите зарегистрироваться на предварительное бронирование то есть на какое-то определенное число и на какое-то определенное время то тогда вам все равно придется платить потому что предварительное бронирование стоит денег а если вы просто хотите проехать по живой очереди вам ничего вам тогда ничего платить не надо если вы уложите 15 минут ну все вот мы уже едем по пушкина сейчас будем сворачивать на мальме и подъезжаем будем подъезжать с вами границы пропускному пункту норвадин болтаешь болтаешься забываешь что-то может сегодня если мы с вами сегодня ехали бы в россию мы бы сейчас с вами бы заехали туда и никаких проблем бы не было то есть вам надо остановиться около стоп-знака вот здесь вот подождать когда загорится зеленый свет светофора и заезжать вот туда в ворота но мы это видео снимали только для информационных целей на россию ехать не надо видео это мы сняли именно для вас чтобы снова показать как легко и просто не заплатив ни цента проехать через зону ожидания и таким образом вы можете пересечь границу эстонии и россии а теперь мы просто-напросто поедем домой и будем для вас монтировать это видео ну на этом у нас все если вам видео было интересно или полезно ставьте пальчики вверх мы поедем домой вот так вот выглядит наша петровская площадь на которой можно в дневное время оставлять автомобили там в конце петровской площади есть пропускной пункт чтобы подъехать пропускному пункту вам надо проехать обязательно проехать через мальме через петровскую площадь вас но через петровскую площадь вам проехать нельзя на таможню и вас просто-напросто таможенники не пустят здесь нету считывателя номеров да когда вы едете через мальме там стоит дополнительное табло дополнительный сканер который также считывает ваш номерной знак и после того как освобождается там место на самом пропускном пункте загорается зеленый свет светофора и открываются ворота и вы заезжайте уже туда дальше на пропускной пункт где и вас и и досматривают но все на этом у меня все до встречи удачи удачи вам на дорогах приезжайте нам в эстонию у нас все очень дешево у нас все очень хорошо у нас просто тут все сыром намазано маслом всем пока до встречи удачи короче увидимся на канале